Давненько я не делал видео. Суть в том, что это не я не делал новый ролик, а ты его просто не увидел. Причина этому одна. Я использовал технологию маскировки, именуемую в простонародье Stealth Boy, и именно с помощью него я смог добиться такой скрытности. А теперь, вдоволь его натестировав, я расскажу вам, как американцы из той самой серии Fallout скрывали то, чем занимались вчера ночью, как с игровой, так и с научной точек зрения. Меня зовут Over9K5000, и я желаю вам приятного просмотра. Начнем с того, что так называемые Stealth Boy есть во всех частях серии, без исключения, и выполняют они один и тот же функционал. Устройство генерирует маскировочное поле вокруг пользователя, делая его невидимым в течение двух минут игрового времени. Согласно общепринятым игровым источникам, то самое устройство, что делает вас невидимкой, было разработано Робертом Мэйфлауэром из Robco Industries. По крайней мере, именно на эту мысль нас наводит информация из технологического университета Вашингтона. Описание Stealth Boy в музее не выглядит богато, а напротив, не спешит кормить нас информацией любого характера касательно технологии, стоящей перед нами на пьедестале. А очень зря, ведь помимо того, что Stealth Boy делает вас невидимкой, он еще и сводит вас с ума. И естественно, об этом никто не напишет на музейном экспонате, а научные статьи про то, как стать невидимкой и остаться здоровым, естественно, никого не интересовали в игровой довоенной Америке. На самом же деле, это устройство работает по принципу рассеивающихся лучей, и теоретически вы всегда вольны сконструировать такой же у себя дома. Есть два способа по достижению невидимости. Первый очень простой, а второй чуть-чуть посложнее. Чтобы стать невидимым согласно самому простому способу, вам просто нужно умереть. Никаких забот, проблем, и технически это полная невидимость для каждого. Но проблема лишь в том, что назад дороги уже не будет, а странника, призраки которого решают эту проблему на раз-два, или хотя бы их аналогов, человечество еще не нашло. Так что придется чуть-чуть подзапариться и узнать, как же все-таки в ОБС настраивается грин-скрин, и накрыться тканью того же цвета, что и ваш задник. Заметили? Темно. Но если раскрыть глаза, то вас сразу заметили. Каламбур. Но, к сожалению, так же работает невидимость не только в игре. Стелсбой не использует сложных технологий, так называемых метаматериалов, у которых тот самый коэффициент преломнения света крайне мал. Он лишь генерирует поле, которое скрывает пользователя от невнимательных глаз, и тем самым имитирует эффект прозрачного стекла. Да, свет будет преломляться, но контуры и очертания персонажа все еще будут видны. Именно этим оправдывается тот факт, что после нескольких атак по вражеским NPC они вас стабильно замечают и преследуют. Помните каламбур про открытые после снятия одеяла глаза? Суть в том, что наш глаз содержит в себе так называемый хрусталик, который как раз и отвечает за то самое преломление света. А вот теперь представьте, что будет, если его просто-напросто не станет. Думаю, всем понятно, что вы как минимум будете видеть мыльное консольное изображение впереди себя и как максимум полностью потеряете свое зрение. И именно теперь, когда вам понятны основы, мы возвращаемся к игре. Теперь, когда частичная невидимость стала работать для нас чуть-чуть понятней, вспоминайте про глаза. Если человек невидим, он слеп, либо не видит себя, что собственно произошло с синими супермутантами из Fallout New Vegas. Синие супермутанты, употреблявшие стелсбой постоянно, наверное, не очень почувствовали на себе эффект усиленного вируса рукотворной эволюции, что им кололи светлые умы создателя из Fallout 1. А вот стелсбой взял и накрыл их всех шизой. Да, как вы поняли, я сейчас околонаучным, казуальным языком объяснил вам, почему супермутанты, плотно подсев на стелсбой, поехали крышей. И это неудивительно, ведь такая продолжительность, а я напомню, это час игрового времени, позволяет приличный срок не только работать в стелсе, но и параллельно сходить с ума, а это уже может иметь негативные последствия. Именно согласно такой логике, ваш герой тоже может заболеть шизой, если будет использовать стелсбой бесперестанно. И да, с геймплейной точки зрения мы никак это не проверим, но просто спросите у своих друзей, которые выполняли бесконечные квесты Престона по помощи поселениям, выполняли ли они хоть один из них, будучи невидимкой. Думаю, наше предположение сразу будет доказано. Таких персонажей точно не спасти. Эти неутешительные выводы это не плот моей плоской шутки, а констатация доктора Генри, который пытался лечить тех самых синих супермутантов. Несмотря на все приведенные ранее доводы, сам доктор Генри ссылается на то, что с людьми подобных случаев не наблюдал, однако и не отрицал, что подобное имеет место быть. Но куда больше это касается синих супермутантов. И да, по выполнению его квестов можно якобы найти способ излечить синекожих, но канон это или нет, на самом деле никто не знает. Хотя, если мы берем в учет хронологию, при которой в мире Мохавы все сахарно и шоколадно, то такое развитие событий вполне себе имеет место быть. Почему нет? Но есть еще одни персонажи, которые используют невидимость на постоянной основе, и они тоже из Мохавы. Это Найт Сталкеры. Подопытные койоты, скрещенные с гремучей змеей, казалось бы, должны знать не понаслышке, что такое Стелсбой. Но суть в том, что ученый, создавший их, даже не думал о том, что их можно познакомить. Изначально их просто вывели бешеными, потом произошла радиоактивная ядерная война, а после, сбежавшие из клеток особи, еще сумели найти себе такую пещеру, где лежал поврежденный Стелсбой, который естественно излучал радиацию, которая потом промоет их насквозь и породит новый вид существ. Подобному эффекту в мире Fallout дали свое название – Стелсрадиация. И если смотреть на Стелсбой под таким углом, то именно она и искажает визуальный облик того, кто использует девайс по назначению. Стелсрадиация – это технология, которая специализируется на использовании физики с целью создания практичного активного камуфляжа. Созданное поле из высокоэнергетической радиации отражает свет с одной поверхности скрываемого объекта и отображает его на другой стороне, делая его тем самым невидимым для неподготовленных глаз. И, пожалуй, это самый главный термин, доказывающий принцип отражения, как у стекла. В Нью-Вегасе Стелсбой действует в течение часа, но в Fallout 4 его длительность сократилась вдвое, а также изменениям подвергся и внешний вид девайса. Поначалу я думал, что это лишь игровые условности и редизайн под новый, чуть-чуть прокачанный движок относительно предыдущих частей. Но позже вспомнил интересную информацию из локации Коммутатор в том же Fallout 4. В местном довоенном терминале упоминается, что стелс-технологии Китая значительно перегоняют те, что есть в Штатах, и работают они весьма эффективнее. Тут на ум приходят всего две мысли. Первое. В Бостоне просто другие стелс-бои, которые в свою очередь хуже китайских аналогов. И второе. Речь идет за китайский стелс-костюм. К слову о них, Fallout 4 всеми своими силами пытается разбавить информацию о заслуге того самого Мэйфлауэра из Вашингтонского музея, новой информацией внося свои корректировки. При этом стелс-костюмов в Fallout 4 просто-напросто нет. До этого у нас были корректировки с винтом. Теперь со стелс-боями. Нравится ли вам подобный подход Бесезды к лору? Или вы считаете, что это лишь вредит его обогащению? Пишите в комментариях под этим роликом, а я продолжу про те самые корректировки. Согласно им, Роберту в руки попали те самые стелс-костюмы, которые потом он деконструировал, вытащив нужные элементы и создал из них стелс-бой. Выдал за свое оригинальное произведение, первая витринная версия которого и будет ждать вас в том самом технологическом музее Вашингтона. А теперь давайте вспомним, как вообще к штатам в руки попал стелс-костюм. Это произошло, когда они прихлопнули нескольких китайских агентов, которые пытались изъять прототипы будущего ВРЭ, и просто сняли с них стелс-костюмы, параллельно разбив содержимое с красной чумой. Если бы не чума, за которой и отправили китайских агентов, США так бы и не скакнуло в стелс-технологиях ни на шаг. А чтобы узнать подробнее об этом инциденте и в целом о том, что такое чума и ВРЭ, просто посмотрите рекомендацию справа вверху после просмотра этого видео. Интересно то, что в том самом Вашингтоне можно найти другой стелс-костюм без китайского префикса. Видимо, о заслуге Мэйфлаура делать копии продвинутых технологий маскировки в музее решили не распространяться, как естественно о настоящей истории появления подобной приблуды у армии США. Позже ученые из Большой Горы будут прокачивать стелс-костюм разными модулями улучшения, позволяющими применять стимуляторы и прочую химию, дающую бонусы к статистике. Однако параллельно они утратят возможность применять маскировочное поле костюма на постоянной основе. Существуют еще и другие разновидности стелс-боев, такие как стелс-бой Марк 2 и Марк 3. Марк 2 был изобретен анклавом после того, как на оригинальный стелс-бой поставили пиратские моды, что позволило девайсу держать эффект значительно дольше, однако негативное излучение стелс-радиации буквально сжигало носителя дотла. Марк 3 же был создан модусом, искусственным интеллектом анклава, на основе исследований, добытых в 2080 году из тайной китайской подземной базы со сложным названием, спрятанной под консервным заводом «Мама Дольчья». Однако полевых умельцев с пустошей это не остановило, и тот же техник из подземки по имени Том сам смог взять и прокачать стелс-бой. Совершенно простой парень, в чей огород когда-то давно залетела граната института, пропитавшись ненавистью и теориями заговора, смог удлинить эффект невидимости, но всего лишь на 10 игровых секунд. И именно на этом моменте, к сожалению, останавливается прогресс в русле стелс-технологий из серии Fallout. Но если вам интересно, как работают другие прибамбасы из нашей любимой франшизы с научной и лорной точек зрения, обязательно отпишите об этом в комментариях под роликом и поставьте под ним свой большой палец вверх, ведь это очень важно для продвижения роликов на ютуб. Да и я буду вам очень благодарен. К слову о благодарности. Не упуская возможности, еще раз большое спасибо тем, кто помогает каналу вип-подпиской, донатом и патреоном. Сегодня это Оливочкотян, вернись в дискорд, и как обычно, Эва Виэс, Мистер Слассхантер и все остальные неравнодушные. Если ты новенький и тебе понравилось, подписывайся на канал, паблик, дискорд, инстаграм, и вот это все из описания под видео. Спасибо за просмотр Over9K5000. Увидимся, когда меня, наконец, отпустит стелсбой. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok